Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы новости – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапа. Регион, студия Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Пришла пора Родине служить. Необычные обитатели детской больницы. Солнце в ладонях у каждого участника одноименного фестиваля. В Анапе продолжается работа по классификации средств размещения. 156 санаториев, гостиниц и пансионатов уже получили звезды. Под классификацию попадают все объекты, независимо от формы собственности, которые используются для размещения отдыхающих как в течение курортного сезона, так и в межсезонье. Классификация позволяет улучшить качество услуг, повысить уровень комфортности и безопасности туристов. Конкурентоспособность объектов размещения значительно повышается в связи с пройденной процедурой классифицирования, получением категории. Люди дооснащают номерные фонды, они вкладывают определенные средства, вносят что-то новое в инфраструктуру своих предприятий этих средств размещения и тем самым улучшают привлекательность этих объектов. Наиболее популярные категории в Анапе – это без категории, одна, две, три звезды. И за последний год, я хочу сказать, что в январе этого года у нас было в реестре проклассифицированных объектов 98 предприятий, а по состоянию на 20 октября в Анапе проклассифицировано уже 156 предприятий. Хотя классификация ведется с 2013 года активно, но буквально темпы ее усиливаются. Требования к тому, что понятно, что закон нужно будет исполнять и 1 июля 2016 года, в следующем году, ни один объект размещения, который принимает гостей, не сможет функционировать без присвоенной категории. Руководителям анапских средств размещения рекомендуют не терять времени впустую и подавать заявки на классифицирование. Ведь 1 июля 2016 года не за горами. Нерасторопность чревата немалыми штрафами и приостановкой коммерческой деятельности. Деятельность средства размещения будет приостанавливаться через суд на срок от 30 до 90 дней. Ведь классификация проводится для потребителей услуг, чтобы туристы могли заранее определиться с их уровнем и качеством, а затем получить ожидаемый сервис. И к другим новостям. Служба в армии – почетная обязанность каждого гражданина нашей страны. Именно с таким настроем сегодня пришли молодые анапчане на призывной пункт города-курорта. Мирославу Панчину 23 года, и он уже успел получить профессию, но считает службу в армии своей обязанностью. Я учился, у меня профессия метеоролог, учился в ТОПС, получил профессию и пришел сюда проходить воинскую службу. В принципе, каждый должен пройти через это, каждый для себя что-нибудь измечет, какой-нибудь полезный урок. Желание и твердое убеждение, что каждый должен пройти через армию, в первую очередь прививают родители. Я сам служил когда-то и считаю, что каждый должен служить в армии. Физическое здоровье для новобранца – важный показатель, основа для распределения в определенный вид войск. Вот этот призыв, вот именно осенний призыв, очень мало ребят, которые, ну как вам сказать, более слабое здоровье. Более половины, где-то 89 человек – это А-категория. То есть, они готовы служить в десантных войсках, морской пехоте, на флоте. Среди ребят популярностью пользуются морская пехота, воздушно-десантные войска и флот. Ну, предпочтение – либо ВДВ, либо морфлот. А, то есть, и на море? И на море, да. Я занимался дайвингом, и поэтому хотелось бы в водолазы пойти. Престижность таких родов войск понятна. Много фильмов снято про десантников, моряков, романтический образ героя-спасателя. Но главное – у ребят есть осознанное желание служить родине, выполнить свой долг перед Отечеством. Только из Анапы ежегодно в ряды российской армии отправляются около 400 ребят. И это достойный выбор. Вести ежедневный мониторинг территории курорта и районов сотрудникам управления муниципального контроля помогают представители территориальных органов самоуправления. Специалисты участвуют в заседаниях Советов общественности. На этой неделе Совет работал в Субсехском сельском округе. На повестке с совещанием общественности ряд вопросов к власти. Так неравнодушных жителей Субсеха интересует судьба участка под спортивным полем. Данный земельный участок, у него целевое назначение – это спортивная площадка. Почему администрация не может заставить данного человека использовать данный участок? Он стоит уже много лет. По данному участку администрация города совместно с управлением архитектуры не раз обращалась с заявлением в суд с целью обязать арендатора устроить спортивную площадку. По генплану, по-моему, там стадион, спортивный комплекс. То есть, по-моему, там должно было быть что-то многофункциональное. То есть, спортивные объекты, чтобы там могли пожить спортсмены, потренироваться. Но основа была спорт. Поэтому нас не устраивает. И мы начинаем с ним судиться. Общественность, в свою очередь, выступила с инициативой собрать подписи жильцов в поддержку администрации. Также жители обсудили несанкционированную торговлю на улицах и пляжах села Суко. Этим летом муниципальный контроль совместно с общественниками принимали активное участие в борьбе с нелегальной торговлей. Роль таких совместных собраний с общественностью неоспорима. Ведь при подобных встречах создается откровенный диалог между администрацией и жителями сельских округов. Внутренний дворик детской городской больницы преобразился. По поручению главы курорта Сергея Сергеева территорию благоустраивают и озеленяют. Добрый доктор Айболит. Он под деревом сидит. Приходи к нему лечиться и ворона, и волчица. Такой забавный Айболит встречает пациентов и их родителей у входа в детскую городскую больницу. Малые архитектурные формы преобразили внутренний двор. Еще в прошлом году по периметру высадили более 300 кустов и деревьев. Крымские сосны хорошо прижились. Работы по благоустройству продолжаются в этом году. Лепные сказочные персонажи оживили зону отдыха. Белоснежка с гномами, персонажи и сказки про Золушку – самые любимые детские герои. Появились новенькие скамейки. Дети реагируют, конечно, очень им интересно. Хочется всем потрогать, кому залезть на эти грибочки, на этих гномиков. Это придает позитивных эмоций однозначно детям, которые находятся здесь у нас на территории больницы. Будь то на лечение, которое пришли, либо на обследование в поликлинику. По договоренности с Зеленстроем у нас планируется высадка дополнительно здесь зеленых насаждений, декоративных форм. В здании больницы для маленьких больных оборудована комната отдыха. Широкоэкранный телевизор транслирует детские передачи, мультфильмы и любимый киножурнал «Яролаж». Небольшая библиотека помогает скрасить досуг. Позитивные эмоции, которые стараются подарить ребятишкам взрослые, придают им сил и ускоряют процесс лечения. Светлый и теплый фестиваль музыкально-художественного творчества «Солнце в ладонях» подарили гостям и жителям города ребята с ограниченными возможностями здоровья. Такие особенные и по-настоящему творческие дети порадовали в этот день не только своих мам и пап, а полный зрительный зал городского театра. Традиционно краевой фестиваль начался с выставки декоративно-прикладного искусства. Здесь были представлены самые необыкновенные работы детей, чей мир ограничен рамками физического здоровья, но безграничен благодаря их возможностям. На фестиваль они съехались со всего Краснодарского края. Мы сегодня постарались здесь устроить настоящий праздник для детей. Спасибо большое вашему замечательному городу, гостеприимному. Посмотрели выставку, очень понравилось. С каждым годом участников становится все больше. Это приятно, что к нам присоединяются все больше и больше людей, все больше и больше зрителей приходят на это посмотреть. Это приятно. Ребята очень старались. Самый маленький художник Иван Ивлев приехал с мамой и папой из Геленджика. В этом году он пошел в первый класс и творчеством занимается всего несколько месяцев. Но за это время добился неплохих результатов и даже начал осваивать гончарное искусство. Ванин папа Владимир Ивлев очень благодарен организаторам фестиваля за подаренную детям возможность проявить себя. Первый раз участвую, но надеемся, что не последний. Очень понравилось, очень все позитивно, очень откровенно. Видно блеск у детей в глазах. Это самое главное. Эти дети, как и любые другие, любят не только рисовать и мастерить. Они играют на музыкальных инструментах, поют, танцуют, читают стихи и даже показывают акробатические номера. Ребята приехали не только показать свои таланты, но и завести новых друзей. И искренне поддерживали друг друга. Анапчанка Виктория Горбенко занимается музыкой уже четыре года. Коллектив «Дорога добра» – постоянный участник фестиваля. В этом году Виктория поразила всех своим исполнением сложной музыкальной композиции на английском языке. Музыка для Виктории – часть жизни. Коллектив у нас очень дружный, жизнерадостный. Каждый из них мне как брат с сестрой. Если бы их не было, то я была бы одна и никому не нужна. А так у нас своя дружная семья. Нас много. Это еще не все. Нас очень много. Есть просто такие детки, которые еще не готовы к сцене, поэтому они делают аппликации, рисуют. А мы поем. Все участники концерта получили специальные подарки и дипломы. Но самое главное – фестиваль зажег столько ярких звездочек, научил детей верить в свои силы и поддерживать друг друга. А зрителей по-настоящему верить в добро и чудеса. Красота, рука об руку, со здоровьем. В детско-юношеской спортивной школе номер 10 завершился краевой этап фестиваля женского спорта «Красота, грация, идеал». Развивать женский спорт жизненно необходимо, уверены организаторы фестиваля. В этот раз на соревнования приехали участницы из 24 муниципальных образований. Около 100 участниц. Такие хрупкие, но в то же время такие волевые женщины выполняли нормативы ГТО, бегали эстафету с мягким инвентарем и соревновались в конкурсе оригинального танца с элементами спортивной аэробики. Женщины с удовольствием принимают участие. Вы посмотрите на спортсменок. У нас выступают в соревнованиях матери, которые имеют четверых детей. И они в какой прекрасной спортивной форме. Это не каждому дано из молодых, которые сейчас растут. Мимо такой красоты пройти было просто невозможно. Участницы конкурса обладают не только прекрасными внешними данными, но и отличной физической подготовкой. Анапскую команду представили четыре очаровательные девушки. Екатерина Пономарева живет в Анапе недавно, но стала постоянной участницей фестиваля. Несмотря на занятость, она находит время для спорта. Подготовка была, конечно, желаю... Хотелось лучшего, хотелось большего, хотелось выйти и зажечь. Но, опять же, из-за занятости членов нашей команды, может быть, где-то недоработали, хотелось бы лучше. Победителями конкурса стала команда из Станицы Северской. Второе место заняли девушки из Каневской. Команда из Тимошевского района на третьем месте. Главное достижение девушек уже при них – красота, грация и здоровье. А вот к идеалу они пообещали продолжать стремиться. Завершит выпуск прогноз погоды. Во вторник, 27 октября, в Анапе пасмурно небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 10-11 градусов. Ночью до 12 градусов тепла. Ветер северный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 12 градусов. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». В магазине доступные и качественные одежды для детей и взрослых. Модная школа. Можно подобрать красивую и качественную одежду для школьных будней и праздников. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую и повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281. Анапа, улица Новороссийская, 281.